Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели и YouTube-зрители! Сегодня у нас 10 августа. Время в Чикаго около 8 часов утра. И мы начинаем наши программы. Меня зовут Майкл Меликов, я руководитель центра Сан-Гейт. В студии никого нету, кроме Аватар. А я, так сказать, рядышком. Сегодняшнюю программу я хотел бы начать с нумерологического прогноза. Сегодня у нас среда. Среда 10 августа. Мы поговорим буквально совсем немножечко о тех людях, которые родились в этот день. Ну, во-первых, 10 число – это те люди, которые обладают солнечными качествами и находятся под влиянием солнца и урана. Ну, а знак зодиака – это лев, что, в общем-то, все соответствует. Так вот, если говорить о чертах характера, допустим, таких людей, которые родились в этот день, и о их качествах, то можно отметить вот что. Ну, это, во-первых, действительно достаточно живой и быстрый ум. Это чистолюбие, поскольку это свойственно качествам солнечным. Что такое солнце? Солнце – это, во-первых, лидерство. Это относится к царям. Цари, они как бы управляют, как мы знаем. Это относится, кстати, к правителям сегодня больших государств, президентам стран. Они, по идее, должны обладать такими качествами, и поэтому их выбирает народ. Целеустремленность и способность принимать ответственные решения, а особенно концентрироваться в очень такой серьезный момент. У царей всегда надо было, надо отметить такую вещь, что у царей всегда были советчики. Допустим, у фараонов были жрецы, а у царей были визири. Ну, это те люди, которые обладают качествами Юпитера, и которые имеют возможность советовать. Поэтому, скажем так, прежде чем пойти войной на кого-то, всегда советовались лидеры стран-государств и царств-королевств со своими советчиками, теми людьми, которые обладают качествами, действительно советовать. Ну, что еще? Дело в том, что влияние Урана на людей, которые родились, это, кстати, не только 10-го числа, это и 1-го числа, это 10-го числа и 19-го числа, в данном случае августа месяца. Ну, вот влияние Урана придает таким людям повышенную способность к интуитивному, к интуитивному восприятию каких-то моментов, независимость, оригинальность взглядов и напористость, предприимчивость. В чем тут может быть кетч, в чем тут может быть проблема для таких людей, которые живут в наше время, естественно, не являются царями, полководцами, руководителями, а просто люди, которые хотят, чтобы, так сказать, ну, царям нельзя указывать, как мы понимаем, царями нельзя командовать, и если кто-то по отношению к этим людям начнет применять вот такие вот вещи, говорит, вот иди туда, ты делай то, у них начинается, так сказать, внутренняя борьба, даже если они в подчиненном положении, они внутренне могут с этим не согласиться, и тогда начинается конфликт их натуры с внешними какими-то обстоятельствами, что может привести к проблемам сердца. То есть, все естество таких людей противоречит отдаваемому приказу. Поэтому им не стоит идти какую-то вот, выполнять такую рутинную работу, это то, что называется, скорее, дарма или предназначение, а хотелось бы, чтобы такие люди, во-первых, знали об этом, во-вторых, ну, делали так, чтобы им не приходилось быть в таком положении, иначе это может окончиться и для них, и для окружающих каким-то негативными событиями. Далее. Эти люди, неравнодушных по частям различным, не исключено, что они могут избрать карьеру даже политическую. То есть, вот, почести – это их стезя, они хотят, чтобы их, так сказать, носили в паланкине, на руках, и они этому очень рады. Финансовое положение. Ну, надо сказать, что у них как раз неплохое финансовое положение. То есть, вот знак, под которым они родились, именно лев в сочетании с сегодняшним числом, даёт возможность получать в течение жизни удачу. Но в молодые годы им приходится сталкиваться с трудностями. И это не всегда так гладко и так всё хорошо, как это, скажем, можно ожидать. Им приходится, так сказать, через тернии к звёздам пробивать себе путь. И примерно, примерно, опять же, надо знать полную дату рождения, ну, примерно это возраст 35-37 лет. А после этого, вот, то накопленный опыт прожитых лет, и то понимание своей природы даёт им возможность получать уже бенефиты, получать, скажем, результаты этого многолетнего, скажем так, труда. И это будет проявляться в материальном отношении. Ну, то есть, короче говоря, есть все шансы добиться процветания, высокое положение в любом отчестве. Дальше. Здоровье. Ну, надо сказать, что в детстве такие люди подвержены. Да, подвержены разным заболеваниям. Детские, юношеские заболевания, ну, скажем, лихорадки, там, ревматизм, фурункулы и так далее. Но примерно в возрасте 28 лет, 27-28 лет, вот это всё должно уйти, и дальше уже приходит здоровье, поскольку люди, которые родились, ну, они обладают левом, он же, так сказать, наоборот, всех там, скажем, нападает, и с ним шутки плохи. Если он будет какой-то такой худенький, какой-то такой хиленький, так это уже не лев, потому что это непонятно что. Поэтому, как правило, эти люди обладают с цветущим здоровьем, румянцем, с широкой костью сложения. Ну, вот, единственная проблема, как я уже отметил, это то, что если их натура будет не соответствовать окружающей обстановке, они попадут в такую ситуацию, которая может отразиться на сердечной деятельности, и это надо понимать. То есть рекомендации такие, так сказать, медитация, гулять на свежем воздухе, солнце в воздухе, вода, ну и так далее. Это понятно. Дальше. Ну что, камень. Камень. Ну вот, камень у таких людей должен быть вот здесь красного цвета. Это или коралл, ну или рубин. Более, так скажем, благородный. Особенно, если они занимают какую-то вот такую вот позицию, лидерскую, если они хозяины каких-то своих фирм, компаний, то желательно им носить вот такие вот камни. Если одежда, говорить о одежде, то это все цвета, которые соответствуют солнцу. То есть это золотистого цвета, желтого цвета, может быть, какого-то оранжевого цвета, золотисто-коричневый цвет. Но влияние урана могут добавлять в эти цвета какие-то вот такие сероватые какие-то оттенки. Может быть, электрик цвет. Ну вот, примерно так. Какие счастливые годы и какой самый счастливый день, хороший день в их жизни? Ну, во-первых, это то, что связано с единицей. Единица у нас солнца. Солнце у нас sun day. То есть воскресенье. Также это может быть еще и, скажем так, ну, в какой-то степени четверг. Четверг. Поскольку, несмотря на то, что четверг – это день Юпитера, кстати, но цвет похож, цвет оранжевый. То есть цари они сами, в принципе, знают, раз они цари, то они уже с детством впитали в себя мудрость, какую-то и по крови, и родители, естественно, их вот так вот вели. Поэтому у них есть эти качества. У них есть эти качества, и это, возможно, еще и четверг. Что касается дат, то это все то, что связано с единицей и в какой-то степени четверкой. То есть, ну, скажем, первое число, я уже называл первое, десятое, девятнадцатое, и четвертое, тринадцатое, двадцать второе число. Вот, в меньшей степени, но тоже это благоприятные числа. Если они падают на как раз день недели воскресенья, то вот это вот все усиливается. То есть, в такие дни, ну, тут еще надо смотреть, если там семерки в дате рождения, но можно идти, там, скажем, покупать лотерейные билетики. То есть, удача будет сопутствовать. Ну, в казино я не рекомендую, а вот сейчас немножечко, буквально, пару слов поговорим о другой сфере деятельности, если это можно назвать деятельностью, туда можно тоже идти. Ну, вот таким образом. Так что, дорогие именинники, с днем рождения всех вас, ну, удачи, здоровья и процветания. А о чем я хотел поговорить, это буквально, ну, читая по следам передач, которые мы проводим, особенно вот в последнее время стали мы говорить с астрологом. И положение дел на бирже, на стак-маркете, вот там можно применить свои, так сказать, качества. И, в общем-то, это, ну, скажем так, комбинация, шахматная комбинация, я бы сказал. Это не удача. То есть мы должны разбираться, мы должны анализировать графики. Ну, в частности, если мы говорим о каких-то прогнозах, предсказаниях, то, вот, к примеру, сегодня всплеск евро пошел очень серьезный вверх по отношению к доллару. То есть доллар идет вниз, причем достаточно резко. Он уже упал, хотя технически биржа еще не открыта, то есть через 25 минут открывается. она американская, имеется в виду, нью-йоркская биржа. И начнутся всякие там взлеты и падения. Хотя, если мы говорим уже о валютном рынке, то это Forex, Foreign Exchange. И маркет этот открыт уже давно, поскольку с момента открытия уже прошло достаточно много времени. Это 12 часов ночи, да, по времени нашему. Вот, открылся Лондон. Ну, уже и открыт Нью-Йорк. Нью-Йорк валютный рынок уже открыт. В общем, движение идет в полном разгаре. Евро идет вверх. Вопреки, кстати, прогнозам. Почему? Ну, вот, есть такое правило на бирже. И для трейдеров есть такое правило. Одно из главных правил. Надо трейдить то, что ты видишь, а не то, что ты ожидаешь. Несмотря на любые прогнозы, это всего лишь прогноз. Вероятность его есть 50%, 70%, 80%, 90%. Но всегда есть вероятность противоположная. Если мы вышли на улицу, и метеорологи говорят 90% дождя, а мы говорим, мы им не верим, и дождь не пошел, мы говорим, ну вот, я же говорил. Поэтому, так сказать, можно это иметь в виду, но, в общем-то, вот если направление в одно, и нам астрологи, или там ясновидящие, предсказывают о том, что будет падение или взлет, и наш график показывает то же самое, ну, тогда шансов больше. Если у нас идет конфликт, это идет туда, это идет сюда, ну, тогда или вообще не вступать в это гиблое дело, или тогда уже как-то руководствовать тем, что ты видишь. Действительно, есть определенные правила. Это то, что касается евро по отношению к доллару. Ну, можно отметить еще нефть. Мы совсем недавно говорили на эту тему с очень известным и очень действительно профессиональным астрологом Андреем Бухарином, который как раз отмечал, что евро будет идти в определенном направлении, но и золото будет идти тоже в определенном направлении с нефтью. А нефть оказывает очень большое влияние на и внешнюю политику стран, и на то, что происходит внутри самой страны. То есть, прямая связь здесь может быть, не всегда, но может быть. Ну, надо сказать, что, скажем, по моим прогнозам, не астрологическим, а по графикам, ну, какое-то время нефть должна ползти вверх, она к тому времени, как дошла до какой-то линии поддержки, это называется «Спорт», она пошла вверх, ну, и не дошло до линии сопротивления, то есть, оно должно куда-то вот дойти, и там упереться, а там посмотрим, куда она пойдет. Ну, это можно посмотреть по графикам, это можно посмотреть на Dell Tick Trading Academy, Dell Tick Trading Academy, и в Фейсбуке, на самом деле, на странице Майкла Мелехов, моей страницы, на SunGate Radio, куда будет эта программа выставляться, на YouTube есть много презентаций, и много каких-то уроков открытых, где это можно посмотреть, и даже и поучиться, наверное. Вот. Как на русском языке, так и на английском языке. Дорогие друзья, мы с Аватаром прощаемся сегодня с вами. У микрофона и перед камерой был Майкл Мелехов. Ну, всем доброго и хорошего дня, мира и здоровья. Всего доброго. До следующих встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok